Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко! В этом видео я расскажу вам, как приготовить воду и как пить воду правильно, чтобы вылечить простатит. Улучшить эрекцию, предупредить о днем простаты, даже рак простаты можно предупредить, если вовремя вылечить хронический простатит. Напомню, каждый хронический воспалительный процесс — это фактор риска онкологии в этом месте. Хронический гастрит — рак желудка, хронический простатит — рак простаты. Я знаю, о чем говорю. Более 10 лет назад опубликовал книгу «Рак профилактика. Ранняя диагностика». И если у мужчины есть простатит и снизилась эрекция, ослабела эрекция, то я понимаю, что мужчина точно не знал, как правильно питаться и пить воду одновременно. И пытался, возможно, выполнить рекомендацию, что нужно пить 1,5-2 литра воды в сутки. Это самая вредная рекомендация для мужской силы и для простаты. Здоровья простаты в частности. И, по всей видимости, он не держал даже в руках мою брошюру про воду и ее значение для здоровья человека. Сомневаюсь, что и брошюра хронический простатит или 13 врагов мужского здоровья тоже осталась незадействованной. А здесь много интересной и ценной информации. Возможно, мужчина не знал, как правильно париться в бане-сауне. Как правильно подготовиться к этой великолепной оздоровительной процедуре. И если воды не хватило на охлаждение организма, то концентрат обменных токсинов будет выделяться через почки, раздражать простату, естественное обострение простатита и ослабление мужской силы на несколько дней. И это не связано вновь с половой инфекцией. Это связано с неправильным отношением к этой великолепной оздоровительной процедуре. Ну, а в перспективе, если ошибки будут повторяться, конечно же, обмен на дистрофические заболевания суставов тоже могут возникнуть. По известной причине, одна из них это неправильное употребление воды. И в этом видео я расскажу вам сразу про 5 способов приготовить воду для мужской простаты. Чтобы вылечить хронический простатит, усилить эрекцию, ну и предупредить те заболевания, которые могут быть связаны с воспалительным процессом простати. И, пожалуй, самый простой вид воды, который можно приготовить для того, чтобы помочь почкам мужским очищать кровь более безопасным способом и выводить обменные токсины, не раздражая простату, это использование яблочной воды. И яблоки можно использовать разные. Я бы советовал чаще использовать зеленые. От них можно получить больше пользы. Как приготовить яблочную воду? Да очень просто. Берете яблоко, снимаете наружную кожицу. После этого яблоко измельчаете на мелкой терке. Добавляете к воде на 2 яблока, небольших яблока, 1 чайная ложка сахара, 2 стакана воды. Томите при помешивании, при накрытой крышке 15-20 минут. Остыла вода. И такую воду можно пить на протяжении дня вместо воды. В этом случае самым мягким способом будут удаляться обменные токсины через мочеводелительную систему. Не раздражая простату. И когда токсины в организме, ранее накопленные, за годы, а возможно десятилетия не самого правильного образа жизни, закончатся, простатит будет вылечен. Более агрессивно, более интенсивно можно выводить обменные токсины водой иного состава. Я бы советовал вам использовать апельсинную воду. Как вы используете апельсины? Апельсин обязательно моется с мылом под холодной водой. Далее снимается наружная кожица. Получаете сок из апельсина. Смешиваете один к одному с водой. И используете как аперитив в количестве 50-70 мл перед едой. Либо можно использовать как источник воды между приемами пищи. Еще один вид воды это гранатовая вода. Гранаты известной ягодой для усиления мужской потенции. Как лечиться гранатами, как использовать их правильно. В одном из следующих видео я расскажу. Получаете пока гранатовый сок удобным для вас способом. Самый простой способ, как получить гранатовый сок в домашних условиях. Я расскажу в одном из следующих видео. Если это видео уже есть на моем канале. Ссылку в конце этого видео вы увидите. Но гранатовый сок разбавляется с водой в соотношении 1 к 2. И используйте как аперитив перед приемом пищи. Либо можно использовать гранатовый сок. Как пряность, как соус для лучшего переваривания продуктов животного происхождения. Мясо, рыба, птица лучше переварится. Меньше останется белковых токсинов на память. Если будут попадать в ваш организм вместе с гранатовым соком. Еще один вариант приготовить воду для того, чтобы вылечить простатит и усилить мужскую силу. Это лимонная вода. Лимоны моются с мылом под струей холодной воды. Можете лимоны замочить в теплой воде. Если вы хотите любитель цедры. Но, чтобы вылечить простатит и цедру, я вам не советую использовать. Только сок. Далее разрезали пополам. В лимон воткнули вилку. Отжали сок половины лимона. Развели в 100-150 мл воды. По вкусу можете добавить немножко сахара. И вновь используйте как аперитив перед приемом пищи. Если у вас задержалось пищеварение. Желудок оказался вялым. Можете использовать во время еды лимонную воду. После еды. Иными словами, на протяжении дня. Но не больше двух лимонов в сутки. Лечение лимонами достаточно коварно. Может нарушаться работа печени. А это для ваших почек. И для простаты в том числе. Не самое простое испытание. Поэтому лимонную воду используйте правильно. И не злоупотребляйте лимонами однократно. Лучше растяните процесс во времени. Выведение, напомню, ранее накопленных белковых токсинов. Других продуктов жизнедеятельности. Требует времени. Не революция. Не штурм вашего здоровья. Проверка возможностей простаты и других органов и систем. А планомерная компания. Во время которой постепенно будут выделяться обменные токсины. Очищаться будет ваш организм. И укрепляться мужская потенция. Но излечение простатита произойдет само по себе. Если вы не уверены, что кроме обменных токсинов. Возможно у вас в мочеполовой системе завелась какая-то не самая простая инфекция. То вам нужна будет несколько другая вода. Для того, чтобы вылечить простатит. И лучше всего приготовить имбирную воду. Или имбирный чай. Как приготовить имбирный чай. Такие видео на моем канале уже есть. Ссылку в конце этого видео я дам. Если вы хотите имбирную воду приготовить. Имбирь моется. Снимается наружная кожица. Измельчается до кашицеобразного состояния. И примерно 1 чайная ложка на 50-70-100 мл воды. Количество имбиря регулируйте в зависимости от чувствительности вашей простаты. Если вы начнете сразу с слишком большого количества для вас. Простатит можно обострить. И потенция у вас снизится. Здесь вновь фактор времени. Лечит не количество однократно принятое. А курс процедур. В котором имбирный чай или имбирная вода помогает. Исправиться с половой инфекцией. И эффективно выводить обменные токсины. Что очень важно учитывать, когда вы используете имбирь. Имбирные тесты. Наберите в интернете, что это такое. Вы войдете на несколько видео. В которых я рассказываю, как имбирь может влиять на разные органы и системы. И возможно вам нужно учитывать и эти факторы. Для того, чтобы правильно очищать организм. Выводить обменные токсины. И очищая ваш организм. Очищая кровь. В конце концов вылечить хронический простатит. И избавиться от неприятности. Встретиться с диагнозом аденомопростаты. Либо рак простаты. Ну а усиление мужской силы. Это будет бесплатное приложение к этому процессу. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправят ссылку на это видео. Можете поставить на это видео лайк. Можете сделать репост. Можете выразить свое мнение в комментариях. Возможно какие-то способы вы уже использовали. Посмотрите. Я знаю десятки вариантов хронического простатита. Некоторые наиболее часто из них. Можно вылечить. Правильно приготовив воду. Для здоровья вашей простаты. Ну а если у вас более запущенный случай простатита. Требуется применение других средств. В одном видео сложно описать все возможности. Пишите вопросы в комментариях. Если они будут простые, отвечу так. Если нет, записывайтесь на консультации. Возможно, излечение простатита. Даже давнешнего. Если правильно прилагать усилия в нужном месте. До новых встреч на моих видеоканалах. Доктор Скачко и школу Доктора Скачко. Это Ютуб. А также школу Доктора Скачко в Инстаграм. Доктор Скачко.